Хабаровск Только очевидно, что не понять это и сделать по-своему значит выстрелить себе в ногу, что Кремль и сделал, если говорить на чистоту. Очевидно, что Дегтярев оставили на место в Рио губернатора не за его выдающийся талант управленца. Нет, Дегтярев – обычная говорящая голова. Он один раз уехал от протестующих, на другой день стоял на балконе своего кабинета и смотрел на тысячи недовольных граждан. На балконе правительства Хабаровского края, там вот тут, сейчас я ухожу, кто-то стоит. Вот там видно открытая дверь, где он спрятался. Это 10 этаж, это этаж губернатора. Потом все-таки вышел к ним, но это были уже не протесты. Это был поздний вечер, множество журналистов, ОМОН, полиция и немного местных жителей. Вот такое вот общение с народом. Здесь. Все ждут. Но это не хабаровчане, тут в основном сотрудники центра АМИ находятся. Серьезно? Да. Хабаровчане уже разошлись ровно в 10 часов. Ну, вопрос простой. Вы понимаете, что все люди, которые здесь собрались, еще раз говорю, это не протестующие. Мы протестующие в 10 часов ушли. Люди, которые здесь, ОМОН остался, он обычно без пяти уезжает. Не надо вешать ярлыки, протестующие и непротестующие. И на примере Хабаровска видно, как режим последние 30 лет общается и взаимодействует с народом. А именно, никак. Ведь если вспомнить, как развивались события, то становится понятно, что к этому все и шло. Хабаровчане со скандалом выбрали неправильного с точки зрения власти губернатора Сергея Фургала. Сразу центр Дальнего Востока и все финансовые потоки были перенесены во Владивосток. Следующие два года новоиспеченный губернатор действовал нехорошо, неплохо, нормально. Но это уже лучше, чем любой ставленник Единой России. Поэтому жители были довольны. Рейтинги власти в регионе падали. Соответственно, против Фургала начали разрабатывать план ухода на всякий случай. Тем более голосование по поправкам на носу, которое по итогу было провалено в Хабаровском крае. И логика власти тут прекрасна. Когда человек идет на выборы губернатора, я тоже когда-то выходил на выборы губернатора, когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Человек, любой человек, любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста, установленного законодательством, имеет право быть избранным. Поэтому нет никаких отдельных проверок. И человек заявляет себе, я хочу быть губернатором. Пермского, Хабаровского, любого другого края. Но вот уже, извините, когда его избрали, очевидно, возникает целый ряд проверок, возникает интерес со стороны правоохранительной инструкции. Но даже нет, самое главное. Самое главное, что да, за Сергея Ивановича проголосовало достаточное количество человек. Но, тем не менее, совсем не все. Так подождите, за поправки голосовали совсем не все. Даже за Путина голосовали совсем не все, не говоря уже о том, что за пенсионную реформу вообще никто не голосовал. Или вы думаете, что заменив одного ЛДПРовца на другого ЛДПРовца, никто ничего не заметит? Вы думаете, что если с Дегтяревым общается лично глава правительства, то это кого-то волнует? Вы думаете, что опять можете залить проблему деньгами и обещаниями? Премьер звонил вчера, Михаил Владимирович Мишусин. Такого отродясь не было, чтобы он губернатору позвонил. Это временно. И нам за это время с вами надо максимально выжить из этой ситуации для народа и для экономики. Я прагматично рассуждаю. Хороший теленок трех маток должен сосать. Это нормальный абсолютно подход. Вот, дают, бери. Дают, бери. В этой связи используем эту ситуацию для того, чтобы максимально набрать и средств, и обещания от федеральных властей. После всех коронакризисных обещаний президента, которые так и не дошли в большинстве случаев донуждающихся, после нацпроектов, которые так и остались недофинансированными и растянутыми тонким слоем до 2030 года, после всех провалов в экономике и социальной политике, после пенсионного предательства, думаете, кому-то нужны эти подачки от правительства и Дегтярева? Народ не купишь! Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и узнавайте новое каждый день.